Здравствуйте! Это программа «Первая студия» и я ее ведущая Виктория Шарнина. В этом году в Казахстане продолжат реализацию ряда программ, направленных на улучшение качества жизни населения страны. С 1 января текущего года будут увеличены размеры ряда социальных выплат. Об этом сегодня мы поговорим в ближайшие 30 минут. Итак, у нас в студии Айнур Канапеевна Сатаева, исполняющая обязанности руководителя Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Кустанайской области. Здравствуйте, Айнур Канапеевна! Добрый день! Спасибо, что пришли в эфир нашей программы. Итак, с 1 января 2022 года в Казахстане увеличен размер пенсии и пособий. Приятная для всех новость. Да, конечно. Давайте подробнее расскажем об этом. С 1 января текущего года размеры пенсионных выплат по возрасту повышены на 7% от размера получаемых выплат. И при этом минимальный размер составил 46 302 тенге. А максимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты увеличены на 5% в связи с увеличением прожиточного минимума. При этом минимальный ее размер составил 19 460 тенге, максимальный 36 018 тенге. Как я уже хотела напомнить, что получателем минимальной базовой пенсионной выплаты являются пенсионеры, у которых стаж участия в пенсионной системе составляет 10 лет и меньше, или вовсе стаж отсутствует. Получателем уже максимальной базовой пенсии являются получатели пенсионеры, у которых стаж участия в пенсионной системе составляет 33 года и более. Минимальный размер пенсии вместе с базовой пенсией в 2022 году составил 65 762 тенге, а средний размер пенсии вместе с базовой 105 842 тенге. Повышение с нового года коснулось порядка 129 тысяч пенсионеров по Кусунайской области. То, что касается повышения размера государственного пособия, у нас ежегодно размер государственного пособия индексируется здесь с увеличением размера прожеченного минимума и месячного расчетного показателя. Так, размеры государственного пособия по инвалидности, по потере кормницы, 16 видов специальных государственных пособий, 8 видов пособий для семьи, имеющих детей. Они у нас с 1 января повысились на 5% в связи с увеличением прожеченного минимума до 36 018 тенге и МРП до 3063 тенге. Также повысились размеры социальных выпадов с государственного фонда социального страхования, это на случай утрату способности и потери кормильца. В общем, повышение с нового года коснулось порядка 322,5 тысяч пенсионеров по Кусунайской области. И вот сегодня, буквально сегодняшний день, все наши пенсионеры уже начали получать выпады уже в новых повышенных размерах. Ну, естественно, это все автоматически произведено, жителям не надо обращаться с письменными заявлениями и так далее. Да, конечно, ежегодное повышение производится в автоматическом порядке. Мы уже повышение провели уже в конце ноября месяца, потому что наши пенсионеры с первого рабочего дня получали уже повышенных размеров, поэтому повышение тоже было проведено заблаговременно. Никаких заявлений писать не нужно, все это в автоматическом. И уже сегодняшний день наши пенсионеры получают уже выпады в повышенных размерах. Скажите, повышение пенсионного возраста – это также один из интересующих вопросов. Давайте напомним, когда началось поэтапное повышение пенсионного возраста и как сегодня ситуация складывается? У нас поэтапное повышение пенсионного возраста производится у нас с 2018 года. Поэтапно, по полгода, ежегодно к пенсионному возрасту женщин добавляется полгода. Вот с 1 января пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет 6 месяцев. То есть на пенсию в этом году выходят те женщины, которые родились в первом полугодии 1962 года. Они будут выходить у нас на пенсию. Например, если женщина родилась 1 января 1962 года, то, соответственно, она на пенсию выйдет 60,5 лет. Это 1 июля этого года. Если женщина родилась 30 июня 1962 года, то, соответственно, на пенсию она выйдет уже в декабре, 30 декабря текущего года в 60,5 лет. Но при этом хотелось бы отметить, что у нас сохранен ранний выход на пенсию для женщин, для многодетных матерей, для многодетных женщин, родивших 5 и более детей, воспитавших их до 8-летнего возраста. Они у нас выходят 53 года. Этот возраст так и остался. Также женщины, которые проживали в период с 1949 по 1963 год не менее 5 лет в зонах максимального, чрезвычайного зона, прилегающихся к семиплатинскому ядерному полигону, то они у нас выходят в 45 лет. И в 62 года при достаточности пенсионных накоплений и при покупке пенсионного аннуитета можно выйти на пенсию в 62 года. Это вот ранние выходы на пенсии. Но при этом хотелось тут добавить, что для женщины, если женщина не работала, занималась воспитанием детей, то у нас в трудовой стаж учитывается время ухода за ребенком до 3-летнего возраста. Это тоже остальные значимые периоды, они тоже у нас учитываются в стаж. Скажите, женщинам при пенсионном возрасте необходимо обращаться к вам с документами, то есть с какими-то заявлениями или это также все автоматически? Дело в том, что, конечно, назначение пенсии пособия у нас пока носит заявительный характер. Но при назначении пенсии, конечно, женщины, не только женщины, всем, кто достиг пенсионного возраста, им необходимо, конечно, со всеми необходимыми документами обратиться в ЦОН. Но пока это документы на пенсию принимаются через Центры обслуживания населения. При этом документы можно подать за 10 дней до достижения пенсионного возраста. Но есть возможность, конечно, там осталось, я не знаю, до пенсии месяц, два месяца, год, три года, кто как они обычно приходят, консультируются, приносят свои документы, документы, подтверждающие стаж работы. И мы, конечно, стараемся оказать, дать человек консультацию, разъяснить по учету стажа, о размере выплаты. Такую же консультацию указывают и сотрудники ЦОН. В конце года ввели новый вид пособия по уходу за инвалидами первой группы. Давайте об этом вспомним подробнее. Да, вот у нас 24 октября вступила в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по социальной защите отдельной категории граждан. И, согласно этому закону, у нас одно из основных изменений в законе было введение специального государственного пособия для лиц, которые осуществляют уход за инвалидами. Если бы я хотела напомнить, что с 1 июля 2018 года было введено пособие для лиц, осуществляющих уход за инвалидами первой группы, именно только первой группы, поэтому было очень много обращений. И вот этим законом у нас уже с ноября месяца, вот сейчас осуществляется прием документов именно на новый вид специального государственного пособия по уходу за всеми инвалидами первой группы, независимо от причины инвалидности. Размер пособия составляет с нового года 50 424 деньги. На сегодняшний день порядка 800 человек у нас уже обратились, уже получают пособие. А те получатели, которые ранее получали пособие по уходу за инвалидами первой группы, это порядка 621 человека, мы их автоматически перевели с 1 ноября на новый вид пособия. И они уже с 1 ноября являются получателем нового вида пособия. В общем, на сегодняшний день порядка 1400 человек у нас получают новый вид пособия. Конечно, если в семье проживает, есть некоторые условия для назначения пособия. Например, конечно, нужно, чтобы инвалид и получатели жили в одном населенном пункте, чтобы получатель пособия был старше 18 лет, дееспособным и не стоял на учете в Центре психического здоровья. Если в семье несколько инвалидов, конечно, данное пособие назначается, выплачивается по уходу за каждым из них. Если за одним инвалидом осуществляет уход несколько человек, конечно, пособие уже получает только один из них. Может получать пособие один из них. И на сегодняшний день 1400 человек у нас уже получают новый вид пособия. Ожидаете еще заявление? Да, конечно, мы ожидаем, что порядка еще 300 человек у нас еще напишут заявление, обратятся. По сроку, видите, ограничений нет. В любое время у нас получатели могут обратиться. Но единственное, что как бы условия, так как инвалид сам определяет, кто будет получать пособие, поэтому здесь необходимо одновременно обращение самого инвалида и лица, осуществляющий уход с заявлением. Поэтому им обоим нужно будет обратиться. Там заявление, одну часть заполняет инвалид сам, вторую часть уже тот человек, который будет получать пособие. В районах как обстоят дела? Зачастую те, кто живут в отдаленных селах, не имеют возможности выехать к таким категориям граждан. Возможно ли выезды на дом или как они могут обратиться? Дело в том, что у нас в департаменте назначается 3-4 вида различных выплат. Пенсионные, в том числе различные пособия. Из них, конечно, 90% можно сказать, что все государственные услуги, которые оказываются в министерстве, они уже переведены на проактивный или электронный формат. То есть у нас нет необходимости по многим видам пособий обращаться в цонный, быть привязанным к режиму работы цона. Очень много пособий можно обратиться с заявлением, обратиться через портал электронного правительства в электронном формате или проактивно. Но это тоже все делается для того, чтобы облегчить процедуру подачи заявления, чтобы человек не был привязан к работе цонов. Если человек обращается через портал электронного правительства или проактивно в формате, то здесь, конечно, услуга оказывается, независимо от того, где находится сам получатель, он может подать заявление через портал в любой точке страны нашей или в любое время. Есть заявление, которое у нас проактивно, есть выплаты, которые оказываются проактивно. То есть здесь уже нет необходимости человеку обращаться в заявлении. Почему? Потому что все это инициируется государством через СМС-оповещение. То есть, например, у человека была установлена инвалидность, к нему приходит СМС, и в течение трех дней он должен дать положительный ответ, дать свое согласие на назначение пособия. Или, например, многодетная семья. Родился четвертый ребенок. Если в системе есть сведения о трех предыдущих детях, то родился четвертый ребенок, то тоже многодетной маме придет СМС-сообщение на назначение пособия на рождение, пособия по уходу, пособия как многодетной семье. Поэтому у нас очень много пособий, которые уже оказываются у нас проактивным и беззаявительным характером. То есть длинная часть услуг сегодня переведена в электронный формат. Какие услуги все-таки остаются в привычном формате? И ожидается ли, что они также будут переведены в цифровой формат? Конечно, и у нас пенсионеры наши ждут, что именно назначение пенсионных выплат перейдет на проактивный. Но сейчас проводится министерством большая работа по переводу данного вида выплаты на проактивный формат. То есть здесь, конечно, в первую очередь, но это не будет в течение этого года, возможно, со следующего года, но ожидается, что человеку уже не нужно будет собирать очень много документов, подтверждающих стаж до 1998 года. Единственное, почему этот вид мы оказываем бумажно, дело в том, что трудовой стаж, выработанный до 1998 года, конечно, его нет в никакой системе, человеку приходится подтверждать трудовой книжкой, архивными справками. Но все равно именно по назначению пособия, ой, пенсии ожидается, что все это перейдет тоже на проактивный формат. Расскажите подробнее о начислении пособий, разделении детей по возрасту и группам инвалидности. Этим же по законам, который вступил у нас 24 октября, введен, у нас предусмотрено, что разделение детей от 7 до 16 лет по группам инвалидности. Если раньше дети-инвалиды разделялись на группы инвалидности до 16 лет, и с 16 до 18 лет уже было разделение на группы, на первую, вторую, третью, то теперь уже с конца октября месяца дети стали до 18 лет делиться на группы инвалидности до 7 лет, ребенок-инвалид до 7 лет, ребенок-инвалид с 7 до 18 лет, с разделением на первую, вторую, третью группу инвалидности. Конечно, это в первую очередь повлияло на размер получаемых пособий, потому что благодаря этому разделению у нас размеры пособий выросли от 16,7% до 37%. И теперь уже в связи с первого января, в связи с увеличением проживочного минимума, размеры пособий для детей-инвалидов до 7 лет составляют уже 50 426 тенге, для детей-инвалидов с 7 до 18 лет первая группа 69 155 тенге, для детей-инвалидов с 7 до 18 лет вторая группа 57 269 тенге, и третья группа 50 426, то есть 1,4 проживочных минимума. Конечно, наши специалисты, наши медико-экспертизы провели большую работу по разделению на группы инвалидности, все это делалось без заявительного характера, здесь уже по тем документам, которые имелись в медицинских делах, в зависимости от нарушения здоровья, ограничения жизнедеятельности ребенка, дети от 7 до 16 лет были разделены на группы инвалидности. И потом, соответственно, мы уже с 1 ноября пересчитали размеры пособий. Ну, они были, конечно, разделены с 24, поэтому размеры пособий были увеличены с 24 октября 2021 года. Какие-то возникали вопросы со стороны семей, или это уже такая работа была профилактического характера? Ну, конечно, разъяснительную работу мы проводили, встречались с общественными объединениями мам, разъясняли, но если, например, родители не согласны с группой инвалидности, установленной группой инвалидности, но мы уже разъясняли, что они могут обратиться в поликлинику, прийти обследование, если состояние ребенка ухудшилось или изменилось, то тогда уже есть показания к изменению группы инвалидности, то уже они будут направлены на переосвидетельствование, тогда уже можно будет пересмотреть группы инвалидности. Все это, конечно, это уже в заявительном порядке. А так, те дети, которые были уже у нас, им установлены инвалидом, то, конечно, им разделение было сделано уже в автоматическом режиме. С какими вопросами чаще всего к вам обращаются граждане? Граждане в основном обращаются у нас, конечно, по касательному назначению пособия. И многодетные семьи, пособие по ветерии, кормилица. Конечно, очень много обращаются пенсионеров тоже, чтобы рассмотреть. Конечно, они приходят с документами, подтверждающими стаж. Хотят, чтобы мы посмотрели, какой стаж необходимо, им нужно будет дополнительно подтверждать. Какой размер будут выплаты, какой пакет документов нужен будет для предназначения пенсии. Но в основном вот по таким вопросам. И есть стоявшиеся пенсионеры обращаются, конечно. Кто-то не согласен с размером назначенной пенсии или, может, немножко не подопонимает, откуда она сложилась. Очень много сейчас к концу года обращались пенсионеры по поводу, насколько повысились размеры пенсии. Всем хотелось, чтобы им расписали. Вот именно потому, что они получают несколько видов выплат у нас пенсионеры. Самое минимум – это две выплаты пенсии по возрасту и базовую пенсию. Поэтому по каждому виду выплат. Вот это на 7% увеличилось, а вот это на 5% и размеры. И вот так вот мы консультировали к концу года. Есть ли, как говорится, такой полный расклад в электронном формате, чтобы жители могли зайти на сайт и увидеть, и ответить на вопросы самостоятельно? Конечно, на нашем сайте департамента, на сайте Министерства труда есть необходимые разъяснения. Есть в социальных сетях очень много разъяснений, как назначаются пенсии, какие выплаты многодетным материалам положены. По всем нашим вопросам я очень много сама отслеживаю, очень много разъяснений. Поэтому и даже можно к нам не обращаясь, можно написать электронные обращения через сайт Министерства труда, на сайт Министерства труда, на наш сайт департамента. Можно позвонить по телефону, мы всегда открыты. И даже по телефону мы всегда даем разъяснения, мы никому не отказываем. Айгулька Напьевна, предоставлено право на получение двух видов пособия. Расскажите подробнее об этом. Здесь я хотела, это тоже одно из новшеств, нового закона. Дело в том, что у нас раньше дети-инвалиды получали дети-инвалиды. Если они потеряли еще и родителей, то они получали одно пособие по выбору. Или пособие по инвалидности, или пособие по потере кальмицы. Конечно, в основном они выбирали пособие по инвалидности, потому что его размер был выше. Но теперь вот благодаря введению нового закона, новых изменений, у нас предоставлено одновременное право получения пособия по инвалидности и пособия по потере кальмица. То есть пособие по инвалидности у детей-инвалидов варьируется от 50 тысяч до 69 тысяч тенге. И плюс они могут получать пособие по смерти. Например, если одного родителя, то размер его составляет 30 976 тенге. А в случае смерти обоих родителей – 42 502 тенге. Это, конечно, очень большое подспорье для тех семей, которые потеряли кальмица и имеют в своем составе детей с инвалидностью. Такое же право одновременно на получение пособия имеет у нас инвалиды с детства. То есть это лица старше 18 лет, но получившие инвалидность до 18 лет. Они тоже имеют одновременно право на получение двух видов пособия. Также с законом внесены изменения пенсионного законодательства. Если раньше трудовой стаж учитывался время ухода за ребенком инвалидом в возрасте до 16 лет, то теперь учитывается время ухода за ребенком инвалидом до 18 лет. То есть это тоже положительно влияет на трудовой стаж, на размер его и на размер пенсии, соответственно. Скажите, пожалуйста, какие выплаты сегодня предусмотрены для многодетных и малообеспеченных семей? С республиканского бюджета для многодетных семей у нас предусмотрены... Есть у нас в 2020 году, с 1 января было введено новое государственное пособие для многодетных семей, имеющих в своем составе 4 и более детей. А размер его на 4 детей с 1 января составляет 49 100 тенге, на семерых 85 948, а на 8 и более по 4 МРП на каждого ребенка, то есть по 12 252 тенге на каждого ребенка. Получательным данным видом пособия на сегодняшний день у нас является 6797 семей. Помимо этого у нас многодетные семьи при рождении четвертого ребенка получают пособие на рождение 192 969 тенге. Также есть у нас пособие для матерей, награжденных подвесцом Алпаналка и Кумусалпаналка. Вот в составе многодетных семей у нас имеют 6 детей порядка 2160 матерей, 7 детей 651, одна женщина. И они, имея 6-7 детей, они награждены подвесцом Алпаналка и Кумусалпаналка, дополнительно они получают пособие 19 604 тенге. Это тоже хороший подспорье для многодетных семей. Если в составе есть ребенок-инвалид, то мама или отец имеет право на получение пособия воспитывающим ребенка-инвалида. Размер его тоже составляет 1 на 4 прожиточных минимума 50 426 тенге. Количество семей многодетных увеличивается? Да, с каждым годом увеличивается. Это, конечно, радует. К тому же мы в составе семьи учитываем не только детей до 18 лет, но и детей старше этого возраста, если они обучаются по ученой форме обучения и до достижения 23-летнего возраста. Поэтому количество семей у нас, дети поступают в высшие учебные заведения после 18 лет, конечно, мы им продлеваем выпаду пособия. Скажите, с какими департаментами, госучреждениями работаете, ну, тесно, так скажем? Ну, мы, конечно, тесно работаем в первую очередь, у нас заявления в основном принимаются через госкорпорацию, государственные корпорации, сотрудники, потому что выплаты пособия мы назначением, они уже занимаются выплатой пособия, плюс еще прием документов, поэтому с ними тесно. Плюс у нас есть подразделения медико-стальные экспертизы, которые устанавливают инвалидность, они, конечно, вплотную уже больше контактируют, общаются и работают совместно с управлением здравоохранения. Как Вы думаете, повышаются пенсии, пособия, насколько это действительно помогает семьям и становится таким гарантом качества жизни? Вы знаете, дело в том, что наше государство все свои социальные обязательства исполняет в полном объеме. Вот если только взять прошедший год, 2021 год, только по нашей области было выплачено пенсии, пособие на сумму 193 миллиарда тенге. Это, конечно, в масштабе республики очень большие затраты, но в любом случае у нас пенсии, пособия выплачиваются месяц в месяц, без всяких задержек. В этом отношении, конечно, еще государством предпринимается и министерством туда очень много положительных изменений, чтобы перевести на проактивный формат, на беззаявительный, чтобы люди меньше представляли документов. Это тоже, конечно, плюс к нашим получателям, потому что все-таки чем меньше представлять документов, все-таки это проще, уже намного проще. Какие в этом году запланированные мероприятия, может быть, будут реализовывать пилотные проекты? Министерством труда сейчас ведется большая работа по переводу назначения пенсии на проактивный формат. Вот эта работа идет, конечно, здесь еще нужно проработать все риски, поэтому я говорю, в этом отношении, конечно, большая работа сейчас ведется. И еще одна большая работа, которая будет по линии нашей медико-экспертизы, конечно, это установление инвалидности, перевод его на заочный формат. То есть уже инвалидам нет необходимости будет приходить к нам в департамент, выстаивать очереди, проходить медико-экспертизу. Все это будет делаться в электронном формате, в заочном формате. То есть все документы будут направляться на установление инвалидности через информационные системы управления и здравоохранения. И здесь уже будут по тем документам уже назначаться, устанавливаются группы инвалидности. И, возможно, уже проактивном формате уже инвалиды будут устанавливаться, назначаться пособие по инвалидности. Поэтому особенно это хорошо тем людям у нас, которые живут в населенных пунктах, где ЦОН расположен только в районах. Здесь нет необходимости уже приезжать к нам в город, проходить инвалидность или подавать заявление в ЦОН, искать ЦОН районный. Все это будет делаться в проактивном формате. Опыт прошлого года показал положительную динамику. И наверняка к этой услуге подключается все больше и больше граждан. Да, конечно. Если у нас в основном, конечно, в городе в основном пенсионеры наши получатели пособия обращаются через ЦОН. Стараются уже как в том формате. Но очень много уже, порядка 10 тысяч у нас уже услуг оказано в проактивном формате, в электронном формате. Это, конечно, с каждым годом количество таких услуг у нас растут. Есть у нас еще композитные услуги, когда на несколько услуг подается одно заявление. Например, наши пенсионеры, уже обращаясь на пенсию, пишут одно заявление на пенсию по возрасту, на базовую выплату и на выплаты зененового накопительного фонда. Одно заявление, при этом выплата производится на один счет и в один день. Это тоже положительный эффект. Плюс, например, даже если до этого, например, у нас инвалиды проходили МСЭ, у нас приходили к нам, например. Но в период ограниченных мероприятий, в 2020-2021 году, конечно, старались, чтобы заявление, необходимые документы человек мог подать через электронное обращение, через портал электронного правительства, для того, чтобы не создавать у нас очереди. И теперь уже переходим на заочный формат. Тоже здесь нет необходимости приходить к нам в департамент. Поэтому все это положительно, конечно, влияет на общую обстановку. Айгуль Канапиевна, спасибо большое, что пришли в эфир нашей программы и подробно разъяснили все нововведения. Я напомню, это была программа «Первая студия». Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok